В Днепре под Паркровом ночи сравняли с землей один из рынков. Для этого мэрия пригнала двухэтажный автобус с бойцами муниципальной охраны и сотню спортивных молодчиков. Чиновники утверждают, что таким образом они борются с незаконной застройкой. А вот владелец утверждает, что все документы у него на руках. В ситуации разбиралась Елена Миндалюк. Минутное видео, как ночью коммунальщики болгарка разрезают металлический ангар, все, что удалось сохранить предпринимателям. Говорят, беспредел фиксировали многие, но агрессивные молодчики выбивали телефоны из рук. Наталья рассказывает, около семи вечера к рынку приехал полный автобус муниципальной гвардии. Вместе с неизвестными молодыми парнями оцепили территорию и начали силой выталкивать людей. Один меня схватил за ноги, меня тупо швырнули за рынок, мне перебили палец. В принципе, здесь творился просто кошмар. После чего они загнали свою машину с ребятами. Ребята начали газосваркой, ну, в тупу резать металл. Как и обещал на своей странице в фейсбуке, мэр Борис Филатов, от рынка почти ничего не осталось. Местные жители возмущены. Было, с одной стороны, как бы хорошо, что вот в Крытии там все это цивилизовано, как бы там и мясное, и молочное, все это было в Крытии там. Предприниматели в отчаянии говорят, на этом месте торгуют уже десятки лет. Никаких проблем не было. Только в начале августа их предупредили. Собирайте вещи. Почему, не объяснили. В управлении торговли горсовета нам объяснили. Металлический ангар снесли, потому что у владельца не было на него разрешительных документов. А вот к самому рынку пока никаких претензий нет. Никто не мешал и не мешает сейчас существованию этого рынка. Проблема в незаконном строительстве объекта недвижимости площадью под тысячу квадратных метров. У владельца рынка своя версия. Говорит, оформление аренды тормозят чиновники. Только на проект землеотвода ушло почти полтора года. 4 декабря мы приобрели, 15 и 3 января 16 мы уже подали это заявление. Буквально через неделю после новогодних праздников. А решение нам выдали 21.06.17. Вот, месяц назад. Тем временем предприниматели разбирают завалы и готовятся к субботней торговле. Говорят, товар будут продавать даже под открытым небом. Ольга Теребинская, Елена Миндалюк, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер. Днепр.